Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба 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 чем музыкальное образование. Труд и дело, что это немножко разные вещи. И тут трудно так однозначно сказать. Конечно, никто не говорит, что там не нужно знать, изучать. Но все в любом случае знают. В этом смысле могу вспомнить веселый тоже случай. Вспоминать? Да. Когда нас обворовали в Горелово, я даже не помню, как мы потом опять встали на ноги. Потому что был период. Действительно, если обворовали, то все, группа заканчивается. И вот на этом затише, как-то я помню, мы с Сергеем и Колей Кудрясов в авиагородок на плясах. Во втором отделении мы втроем с Колей Кудрясовым. В ДК в авиагородке. Да, в ДК в авиагородке. На втором отделении мы с Колей Кудрясовым втроем. А первое отделение мы с Сергеем и Сквозняк. То есть, человек пять мужиков с дудками. Они такие лет 40-50. И там перед каждым стоит пипитер, ноты с номерами. И перед каждой вещью главный Сквозняка говорит, номер такой-то. Открывает. Номер дает. Открывает. Он барабаном ритм дает. И поехали. Весело это было. Ну, знаешь, я иногда бываю на этих повторах запутываешься, куда повторять. Я уже там просто слышу, что они там играют на дудках. Я тоже так в одних. А потом чувствую, что опять вернулись куда-то. Ну, на самом деле, Слава, в этом нет ничего удивительного. Потому что все дома, дворцы культуры, которые находились в Ленинграде, везде были танцы, везде играли оркестры. Ну, так да. Чем кончилось? Оркестр Вальсбуха, оркестр... Так это как раз, да. И чем и кончилось, пришло как-то начальство, а мы с братом-то были не коротко стрижены тогда. Да ты и сейчас не коротко стрижены. Вот. И, значит, они там приказали, что там дали приказ, чтобы там постриглись. Но мы сказали, что, ребята, до свидания. Вот. Еще там тоже был как раз веселый случай с этим. Когда мы возили оттуда там какую-то часть своего барахла, до этого там отыграла какая-то группа-целин-концерты или сама, не знаю. И, в общем, когда мы приехали забирать свое, смотрим, часть нашего, значит, лежит на... Погрузили. На той, на той, да, часть, за хорошо смысл перед, до их отъезда. Но мы их наказывать не стали, у них там что-то, да. Просто свое забрали, уехали, такие случаи. Да, вопрос аппаратуры, это, конечно, серьезное дело, и без него никуда. Вы так много играли на всяких разных танцплощадках, но они в основном были за пределами города. Да, да, да. А, нет, играли, в городе мы играли ДК Свердлова. ДК Свердлова. Да, это, ну, Финянский вокзал. Финянский вокзал, да, где-то вот, ну, я там даже, честно говоря, ни разу не был. Да, ну, на танцах там. Ни разу проскочило как-то мимо меня это. Причем это, как всегда, заканчивалось, что мы там с кем-то там брали каких-то певцов, там еще что-то там, но потом в результате втроем с Юрой Глотова мы оказывались на этих танцах. Слушай, а почему никогда не возникало желание после танцевальных сцен выйти на большую профессиональную сцену, поехать на гастроли, заработать денег, играть песни, уйти в профессионалы? Ну, вот что сделал, например, мы уже вспоминаем эту фамилию, Валера Гаджиев, он, ну, дирижант, прибился к нам. Мы поехали. Ну, и Сергей там работал, звукооператор. Да, и Сережа тоже работал. Какой-то, да, был период. Почему не ушли на профессиональную сцену? Ну, как-то, честно говоря, я даже об этом и не думал. Вообще не думали? Ну, а как? То есть вы не хотели играть вот ту музыку, которую сочиняли вот для всех? Нет, ну, для этого же надо было там собирать залы как-то или что-то. Да, собирать залы. Народ должен был приходить. А мы как-то не было такого желания, чтобы там стадион там собрать. Как? Слава, не было же. Это серьезно ты говоришь? Нет, ну, имея в виду, что вот такую вот первоочередная задача, что поставить там себе там, что круто там, что мы там самые крутые, там, как-то просто вот нравилось играть и в основном. То есть получали удовольствие от самой. От того, что мы играли, то, что вот нравилось. Да. Поэтому вот и многие с удовольствием вспоминают работу с нами, потому что у нас можно было играть только что вот нравится. То, что не нравится, все не... А это все происходило в репетиции? Да, да, да. Даже репетировать было интересно. Мы как-то... Мы даже первое время вообще там и о названиях-то никаких там не думали. Ну, нравилось там музыцировать, играть, репетировать. Что, Стиви, сейчас хотел бы предложить нашим радиослушателям? Песня... Песня. Так можно выразить. Это из первого альбома, магнита альбома группа Паутина. 1989 года, альбом Крах. Называется Странный сон. Медленная такая. Слушаем. Странный сон увидел я, а с день и ночью овернулись неблагой дошневой. Небеса храняют тапли звезд, заткнувшись надо мной, а я ловлю руками эти звезды, но не верю в сердце жения в твои. Странный сон нарушил мой покой. Я слышу солнечный я вошел вместе встать. Я вошел вместе с ним. Долго я витал, как вновь искать рассвета, что друзей остался я один. Странный сон нарушил мой покой. Я слышу нарушил я вошел вместе с ним. Я вошел вместе с ним. Косреди общая yeni секун м Whoever к раск что я Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Рядом с вами вместе играли на сцене много-много групп Ленинградского рок-клуба Вспомни о некоторых концертах каких-то, может быть, с кем было приятно играть С кем было, может быть, не очень приятно играть О ком говорили, вот это отличная команда О ком говорили, ну не знаю Кто говорил, мы или... Вот ваше отношение к ленинградским рок-группам, которые были в ленинградском рок-клубе Ну вот когда мы до Горелого репетировали в Стрельне, то там к нам пришли как-то поджимовать Жора Ордановский и Юрия Мержевский Россияния Да-да-да Вот, но так, знаешь, как это было непруха Пульт стал фонить, как выяснилось Там проводок отпаялся И самое-то ужасное, что только начали там, отыграли что-то там Несколько минут И у меня на бас-гитаре самая ходовая третья струна порвалась Запасных не было, так сказать И вот, то есть я уже там третью струну снял И это все произошло именно в момент, когда Жора пришел Ну да, джимовали там дамы Да, не... Что-то не сложилось там наверху Да-да-да Что у вас как бы это не случилось А с кем играли на концертах? Ой, мы много играли именно на концертах в сборных таких Сборные концерты для музыкантов, они хороши или лучше соль? Ну, видишь, как, расценивалось-то как Что денег никто не платит Что ты играешь, и ты как бы ты себя рекламируешь Поэтому бесплатно давай там играй Да-да Там, ты же сам знаешь Конечно, хорошо знаю Селегу, да, там, поэтому было это все, так сказать, не очень просто Но вы же все-таки, тем не менее, и принимали участие в каких-то фестивалях А, нет, ну это естественно, понятное дело То есть фестивали, это считает тот же самый сборный концерт? Ну просто вот я вспоминаю, там был такой разряд групп, типа нашей, которые были по музыке интересные и по исполнению неплохие, но залы не собирали и рук-клуб их не продвигал Это были такие группы, вот, типа нашей, их было там несколько, я их могу назвать Если можешь, назови, пожалуйста Сейчас, значит, чтобы никого не обидеть, может, кого забуду Это не обида Нет, я, может, кого-то забуду из них, но, допустим, «Корпус-2» Да, отлично Последнее «Известие» Последний «Паша Пауков» Да, «Паша Пауков», Володя Сорокин Потом «Провинция», которую Модест потом стал А Модест, да, стал Хороший парень, не помню, как фамилия Да, он там, любитель Адриана Белью такой Да-да-да-да-да Вот, потом, кто еще, ну, из более ранних, «Зеркалом» Хорошо, наверное, такое Но там у них «Зеркалом» сложно У них там была часть музыки хорошая, а часть такая там Но у них была аппаратура Нет, а часть музыки там, это, так сказать Своеобразная Танцевальная, да Стройка-танцевальная Да, назовем ее так Ну, да, конечно Оркестра вот еще тоже была Ну, такие, опять-таки, я говорю, что которые там Сольные концерты зала не собирали, но были в музыкальном плане и интересны Слушай, Слав, спасибо большое, что ты сейчас вот как-то коснулся того Чего на самом деле не очень часто музыканты касаются Ну, «Зарок» Володя Ермольевна, я не помню, были они в рок-клубе? Были, были, конечно, да Тоже там, да Никак не могу Володю вытащить в студию Он все время мне объясняет, что он на каких-то гастролях На каких-то не очень понимаю Ну, и ладно, Бетлов лобает Бетлов где-то лобает, наверное Наверное, вспоминает о концертах с Боярским Ну, да, да И где-то, где-то выступает Слушай, как здорово, что ты назвал мне команды, которые в Ленинградском рок-клубе Действительно не занимали такие главенствующие какие-то места О которых там все говорили, но они были По музыке, да Они существовали И на самом деле это очень здорово Что была возможность у людей не становиться знаменитыми Не стремиться к сбору стадионов А именно играть ту музыку, которая им нравилась И та музыка, которая их тянула Нет, так тут видишь, в чем дело Надо играть в принципе, как я считаю Надо играть то, что нравится А совпадет это с тем, что любит большинство Которые вот ходят на концерты Тогда, значит, ты станешь там В топе Да, а не совпадет, ну, не судьба Но это не значит, что надо там что-то как-то Насиловать что-то там такое Знаешь, когда вот это А вот это сейчас модно Давайте, что сейчас популярно Вот это Ты знаешь, вот такая фраза сейчас ты сказал Прям потрясающая Что действительно играть надо для себя Ту музыку, которая нравится тебе Ни в коем случае не изменять себе И если она совпадет с настроением зрителей То тогда это будут твои зрители И пусть их будет не миллион Но зато они твои И ты точно знаешь, что ты пишешь музыку Не только для себя А ты пишешь музыку еще для тех зрителей Которые тебя слушают Ну, как говорят про такие группы И вообще про такие творческие моменты Это, значит, известные в узких кругах Известные в узких кругах Это, в общем-то, нормальное определение Да, но с другой стороны Мне очень понравилось, что ты не сказал Обычно всегда говорят Ну, вот если бы деньги Да нас бы раскрутили Да рекламу Да телевидение Да радио Да мы бы такие Ты не сказал этого Ты сказал, на самом деле, самое главное То, что я бы хотел обратить внимание Сейчас наших радиослушателей Слава, один из немногих музыкантов Который не Который доказал себе И доказывает вот своей жизнью Что надо делать то, что тебе нравится И ни в коем случае не уступать Тем неприятным моментам Перед которыми надо сдаваться Играть до дней Вот то, что тебе хочется Да, грамотный музон, чтобы было Грамотный Мне нравится это слово Пусть будет грамотный музон Мое изобретение В эфире Радио Комсомольская правда Потому что еще один музыкальный трек А, кстати, как вы называете Музыкальный трек Песня, композиция Тема Тема, хорошо Пусть будет Следующая музыкальная тема Это группа Паутина Наш уже второй альбом Который вышел на Виниле в свое время В девяносто первом году Альбом называл Все нормально И вот Мы Там состав Называть Ну Вспомни хотя бы Но там был состав Значит Мы с братом Коля Кудрявцев пел Вадим Блайзизин Такой был гитарист Вот Это Таким составом Песня называется Мы ждем НЛО Слушаем Я НЛО Свою жизнь Это вовсе не сплетни людей Верь я Это реальность Корабли из далеких миров Поразят океаны вселенной Если мы у пространства в плену Они вышли из этого плена Если когда-то убережу Я НЛО Своей жизнью То по-русски Я встречу гостей Заходите Это И Спасибо за просмотром Субтитры Со времен dite Из вселенных мир тому, кто на землю прилетел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях сегодня музыкант, организатор и музыкант групп техпомощь «Паутина», автор текстов этих групп Вячеслав Шамаев. Слава, еще один вопрос, который я хотел бы тебе задать, и на который, естественно, хотел бы получить ответ. Два брата. Мы совершенно точно знали всегда, что вы вместе вдвоем, Шамаевы, на сцене. Расскажи, пожалуйста, о Сергее. Сергей, он еще любил и посторонние проекты. Это мне напоминает на нехорошее слово. Очень нехорошее. Музыкальное. Какие такие проекты? Ну, так сказать, посторонние. Колись-колись. Не-не-не, мы это... Не будешь? Да, я, как сказать, мы, как говорится, вместе, когда играем в группу техпомощи «Паутина». И все? Ну, да, да. Ну, там пробовали, там еще, когда, знаешь, все это накрылось, в 92-м году уже все накрылось, пошла борьба за выживание, и там что-то мы пробовали какие-то там варианты, но тоже... Не получалось? Нет, ну, просто уже все, там, надо было бороться просто это, где там, на что хлеба там купить, это уже время такое было суровое. Не до музыки. Ну, да, да, да. То есть нужно было... И поэтому, как бы, музыка немножко дошла на второй план, да? Ну, да, там, видишь, как получилось. Мы, когда вот записали этот, стали готовить третий альбом, там пошли какие-то там левые нехорошие дела, и мы там с братом, в общем-то, группы-то распустили «Паутина». Но ребята решили сделать свою группу. О, минуя вас! Они взяли наше название, кое-какое, наш материал взяли. И песни взяли? Да, несколько там песен. Молодцы. Да, и объявили, значит, себя. Но, естественно, я это обсуждать дальше не буду, это уже самозванцы. Конечно. Мы это не признавали и никогда не признаем, поэтому... Так что, если кто-то там еще услышит что-то другое под таким названием, то... Ну, тогда я еще раз готов повторить. Питерская группа «Паутина» — это Вячеслав и Сергей Шамаевы. И музыканты вместе с ними, и компани. Те музыканты, которые они приглашают. Сережа, а трудно... Ой, Вячеслава, ну почему все... Ну, вы два брата, вас просто невозможно действительно разделить. Ну да, да, да. Слава, а тяжело создавать группу? Потому что ты звонишь какому-то человеку, говоришь, ну, приходи там, поиграем, попробуем. Или ты говоришь, слушай, приходи, ничего не обещаю, придешь, как придешь, так и уйдешь. Ну нет, видишь, тут надо иметь какие-то все-таки организаторские... У меня вот их нет, но у Сергея какие-то там были. А мог бы получить их в маленьком кулике на улице Гороховой? Организаторские способности. Там только дезорганизаторские. Но у вас они были. Больше у тебя или больше у Сергея? Нет, я как бы занимался музыкальной частью, а Сергей, он как раз договаривался там, что-то там. И он приглашал музыкантов? Ну, приглашали-то мы, естественно, вместе. Я имею в виду вообще такие все организаторские дела. Ну, а скажи мне... Никому не задавал такого вопроса, тебе задам, потому что ты создавал коллективы, приглашал. Как сказать человеку, ты больше не играешь в нашей группе, ты больше нам не нужен? Как сказать человеку, который играет в группе, может быть, даже не один год, что больше он с вами, вы не хотите с ним больше играть? В силу разных причин. Музыкальных, немузыкальных, творческих, характер, дурные привычки. Вот как это сказать человеку, с которым ты вместе был на гастролях, выступал на одной сцене? Честно скажу, не приходилось. Я не знаю, как-то так... Ты никому не говорил? Нет. Как-то он... Само собой как бы получилось. В первой части прозвучало, что с кем-то вы попрощались. А, нет, не попрощались, а просто было такое, временно взяли человека, который... Ну, как раз был такой типичный представитель, то, что там для девочек, так сказать, молодой парень, но был там намного там моложе, просто временно. Ну, певец какой-то вот нужен, чтобы был отдельный певец. Но с ним был сразу договор, что это вы приходите на время, вы поёте там какое-то количество песен, и после этого мы с вами прощаемся. Или... Нет, потом он же, знаешь, там даже аппаратуру не таскал. Мы, дядя, там, на 10 лет его старше, каждую репетицию всё туда-сюда, он даже не пристал. Потом уехал в какой-то отпуск, когда там не надо было. Ну, в общем, мы потом просто взяли другого. Взяли Андрей Иванов у нас такой был. Ну, очень распространённая фамилия и очень распространённое имя. Хорошо пел. У него было... К сожалению, он не хотел петь, а хотел играть на гитаре. Но потом у него по семейным обстоятельствам у него умер отец, и просто уже без денег там сидеть уже нельзя было. Уже всё у нас было. Он куда-то устраивается на фабрику, потом он ушёл по семейным обстоятельствам. Потом вот Коля Кудрявцев у нас. То есть, получается, слава, что ты счастливый человек, ты никогда никому не говорил ни в глаза, ни за глаза, мы больше не хотим с тобой играть, ты больше не член нашей группы. То есть, жизнь тебя... Это как-то само собой получалось так. А как это само собой получается? Вот ты приходишь на репетицию, садишься, берёшь в руки инструмент, гитару, начинаешь играть, и ты чувствуешь, что вокруг тебя какая-то стенка, что ли, образовывается, с тобой не разговаривают. Как уходят музыканты из группы? Ну, в основном, каким-то обстоятельством, не знаю, кто-то там, допустим, вот по семейным обстоятельствам, кто-то просто вот устроился... Андрей Смаль, когда у нас был, он просто в кабак устроился потом играть ему. И он пришёл и сказал, ребят, не могу. Нет, ну нет, а чё, он там, ему как-то, он расценивал музыку как заработок. Заработок. Да, и поэтому, так сказать, но такого не было, что ах так, ах так, пошел. А, я ухожу. Нет, я там, да, такого как-то... Слушайте, так у вас счастливые коллективы были? Ну так... У вас приятные коллективы, с приятными людьми? Есть что вспомнить. Есть что вспомнить, вы ни разу не ругались, не били друг другу морды? Одно только ведро пива чувствуется. Вот именно, здесь происходит как раз самое-самое мирное сосуществование. А лучше даже музыкальная дружба. Что будем слушать? Будем слушать модную композицию из нашего второго альбома «Всё нормально» с первого года в ритме вальса. Это такой был эксперимент в вальсе, ну, в общем-то такой... Вальс в стиле Ледзеппелин? Нет, такой, да, в харде. Ну, эксперимент, в общем-то, я считаю, что неплохой. Слушаем! Игрим события, недолгие нибытия, Неумолимо своей чередою проносился мимо меня. Я в ритме пальца кружусь в паре судьбы. Путанный след остаётся за мною, но враг заметает следы. Закон и пространство я знаю давно наизусть. Закручены линии танца, и я непрерывно кружусь. Мне путь не известен, движения мои всё быстрее. И, может быть, я лишь на месте Мерчусь вокруг теми своей. Мерчусь вокруг теми своей. Мерчусь вокруг теми своей. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я в круговерти мельканье видов и тел Запомнил так мало имён и названий Так мало увидеть успел Мы все смешались, а значит, упали в цене И я упаду, если брошу танец, но падать не хочется мне Законы пространства я знаю давно наизусть Закручены линии танца, и я непрерывно кружусь Мне путь неизвестен Движенья мои всё быстрей И, может быть, я лишь на месте Верчусь вокруг тени своей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге В программе Легенды и миф Ленинградского рок-клуба Сегодня у нас в гостях Музыкант и организатор групп техпомощь, паутина Автор текстов этих коллективов Всё это я говорю о бас-гитаристе Вячеславе Шамаеве Слава! Сколько вспомнили, сколько было В Ленинградский рок-клуб принимали, выступали коллективы Менялись группы, люди приходили, уходили Чем сейчас живёт Сергей Шамаев и Вячеслав Шамаев Чем занимаетесь сейчас, ребята? Ну, Сергей, он... Дома у него с ногами тяжело, поэтому он, так сказать Дома в основном сидит, занимается А он занимается тоже, как и я, меломанской частью То есть слушаем, он ещё там цифрует какие-то там компакт-диски А я в основном слушаю музыку Дома так на гитарке для себя музыкирую Так, чтобы, знаешь, брать инструмент, вылезать на сцену С этой пагубной привычкой я уже завязал Завязал Знаешь, часто очень смотрю Люблю смотреть там в Ютьюбе много всяких таких... Как играть такую-то вещь, как играть такую-то Я вот акустические вещи смотрю Всяких так своих любимых, там, Саймонов и Гарфанкелев Там, Ледзеппелинов и прочих, там, Эмерсонов Вообще удивительно, конечно, слушать сочетание Эмерсон-Лайк-Панмер Слушать и Ледзеппелин, ну, как-то так Очень, совершенно... Нет, ты знаешь, как раз тут ничего удивительного нет Я с большим... Моей любимой группой одинаково... А Саймонов и Гарфанкелев вообще... Так Саймонов и Гарфанкелев, да, там, Холлиас, там, и Джентл Джант Или, там, допустим, не знаю, Бич Боис и Эмерсонов и Кэн Палмер Ну, там, Битлз и Ес, там, и... Не знаю, там, ну, Ледзеппелин... Ну, ты просто разный... Нет, так это просто... Плюс и минусы называются Это ж музон всё такой, да Разный по стилю Я помню, когда вот первый раз услышал, знаешь, вот в своё время Второй Ледзеппелин и The Purple and Rock Я был, знаешь, просто потрясён Я с ума сошёл Знаешь, потом... Нет, знаешь, почему? Потому что я понял, что всё вот время Кингс Манкис, моих любимых, кстати, тоже Манкис Прошло, и настало новое время Другой совершенно музыки Не менее клёвая, тоже такая же В смысле, клёвая музон, так грамотный Но совершенно вообще другое всё Совершенно новое Это... О, необычно Ну, как, музыка, это же мелодия, гармония, аранжировка Конечно, значит, Слав, если я правильно понимаю Ты сейчас находишься дома, на сцену не выходишь Слушаешь музыку, смотришь, отдыхаешь А смотрю, да, смотрю, знаешь, почему? Потому что там интерес вызывает Там же у них как? Они показывают, когда у них некоторые места правильные Некоторые не совсем правильные И некоторые бывают даже совсем неправильные И даже как-то, знаешь, почему непонятно Почему некоторые совсем неправильные Там, где, ну, ясно слышно, что там не так Ну, просто, знаешь, для тренировки, чтобы слух постоянно вот... Ну, правильно, поддерживать его Да, 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 он постоянно должен быть... Человек, который писал тексты для групп техпомощи «Паутина» Неужели сейчас не балуется стихосложением? Слава, неужели ты не пописываешь сейчас какие-нибудь вирши? Нет Нет, нет, нет Оставил? Нет, как-то вот здесь, не знаю, лет 10, наверное, назад Коля Гусев мне сказал, давай, сделай команду там Поиграем Да, поиграем Ну, я там сочинил там вещей там тоже на таких арт-роковых Но без текста пока, просто, знаешь, на там ля-ля-ля Чтобы потом сделать рыбу, так называемую Рыба, да Неужели, да, текст Вот Но кончилось тем, что вроде бы всех нашли И вроде Миша Нефедов там на барабанке Да, согласился там И даже он не согласился Я позвонил ему спросить там, есть ли кто-нибудь Он говорит, так арт-рок и я Только есть, только я Да И певца нашли И А вот с гитаристом вот искали, искали так вот И есть такой Сергей Болотин Нет, нет, именно такой арт-роковый, чтобы был гитарист Понимаешь, тут И не нашли Такого арт-рокового гитариста не нашли Нет, ну как-то не откликнулся никто там, да Что-то И не состоялся проект Не получился Опять-таки я говорю, что вот У меня лично нет таких организаторских способностей Это Сейчас же уже Как раньше Раньше там с кем-то там договорился Насчет точки там где-то Можно было бесплатно там играть Ну там Репетировать в смысле Сейчас же этого нет Сейчас за денюжки Да, надо это дело только окупать Только если ты Да, в начале Потом если ты это делал, так сказать Я в этом смысле Таком в бизнесменском плане Ну да, то есть Если я правильно понял Вот наши с тобой Две субботы мы разговаривали Если я правильно понимаю То вы играли музыку для себя Играли музыку свою Вы не пытались залезть на профессиональную сцену Собирая огромные стадионы Выпуская огромное количество пластинок Хотя у вас пластинки были Записаны Вами Вы все это делали Для своего внутреннего Ощущения жизни, что ли Не ставя это профессией Не ставя это Как зарабатывание денег Ну В общем-то Не против бы было бы И чтобы деньги-то были Но опять-таки я говорю Что для этого нужно Если бы все сложилось Совпадало То, что ты играешь Тем, что Нужно тому, кто платит за это деньги Да Все из этой серии Слава, я хочу поблагодарить тебя Спасибо большое За то, что ты нашел время Пришел к нам в студию Те времена, которые мы с тобой прожили Они были на самом деле ломовыми Просто шикарными У нас есть что вспомнить Ну да А если мы И не делаем ничего дальше Больше Сильнее Выше Красивее То Потому что Не считаем это нужным Нет, ну я могу тебе сказать Что вот Всех ветеранов Которым за 50 Которые сейчас До сих пор играют За 60 Нет, ну я имею в виду Вообще Уже ветераны Которые застали еще Музыку того времени Советского Когда они уже были Я в этом смысле имею в виду И кто сейчас играет И действующий музыкант Я их очень уважаю Очень уважаю Это Очень уважаемые мной люди И я к ним очень хорошо отношусь Но к ним Ты на сегодняшний день Не относишься Я просто к ним Хорошо отношусь Да Ну не отношусь На этом мы Хотим попрощаться С Вячеславом Шамаевым Еще раз напоминаю Музыкант И основатель групп Техпомощь Паутина Автор текстов Спасибо большое Слава за разговор Очень приятно было вспомнить Добрые и приятные Весена Большой привет Сергею Увидишь Валеру Гаджиеву То же самое Обязательно Ну а сейчас мы прощаемся С нашими радиослушателями Всего самого доброго До свидания Пока Пока